Торговая марка Троекурова. Полезная птица для вашего здоровья. Зияющая бездна, куда Зевс не зверг Титанов, аппетитный соус и ресторанное блюдо, чаще всего из мяса или рыбы. Какую-то общность отследить трудновато, а между тем тартар – адское место в древнегреческой мифологии, в нашем языке преумноженное. В тартарары мы обычно направляем все неугодное, и тартары – кулинарные изыски, вполне созвучны, а может быть и родственны. Здравствуйте, дорогие друзья! Итак, тартар – что это? Миф или реальность? И то, и другое, да еще с фантазиями на тему. Считается, Людовик IX, активный участник крестовых походов, узнав о существующем на Востоке воинственном народе татарах, скаламбурил насчет греческой мифологии. Татары – тартар. А в кулинарной сфере надолго забытая монаршая шутка или звукосравнение каким-то образом прозрачилась лишь в XVIII-XIX веках, в пору расцвета французского соуса творчества. Прославленные мастера от кулинарии считали верхом оригинальности создавать соусы, по их мнению, отвечающие вкусам тех или иных народов – баварский, русский, польский, португальский соус. Но надо ли говорить, как часто они ошибались в порыве вдохновения? К примеру, с татарским соусом, соусом тартар, так все и случилось. Классический тартар – это майонез с мелко рубленными зеленью и разными соленостями, каперсами, докорнишонами. Замечателен прежде всего к рыбе. Вот они, французские представления XIX века о настоящей татарской еде. Дальше – больше, а может быть, интереснее и вкуснее. Целую серию блюд уж можно было назвать в стиле тартар. И все они базировались на особой нарезке продуктов – острым ножом, а лучше парочкой ножей. Рувились они буквально до консистенции фарша. Что осталось самым распространенным на сегодняшний день? Что такое тартар современный? Дежурное, прежде всего, французское ресторанное блюдо. Очень хорошее мясо, говядина, каких-нибудь перенейских пород или очень свежая рыба. Мелко-мелко нарезаются, красиво укладываются, к примеру, при помощи кулинарного кольца. Подаются соусом, яичным или, скажем, сырным. Ничего не надо печь, тушить, жарить. Почему блюдо дежурное? Потому что быстрое, свежее и оригинальное. Вот и мы решили пооригинальничать. И хотя обошлись без кулинарного кольца, без сырого мяса и без свежей рыбы. Получилось вкусно и красиво. Тартар из авокадо. Авокадо очистить, удалить косточки. Один авокадо разбить в блендере, другой мелко нарезать. Соединить, прилить лимонным соком. Добавить мелко нарезанное филе сельди. Поперчить. Можно оставить в виде салата. Можно придать порционной формы. Украсить салатной зеленью. Итак, подведем итог. Что же такое тартар? Мелко нарубленная композиция из разных продуктов. Не обязательно свежего мяса или рыбы встречаются тартары из овощей, фруктов, из печени. Сопровождаемая пикантным соусом и, отдельно замечу, красиво поданная. К примеру, почему бы не начать какое-нибудь праздничное застолье вот так? Если, допустим, селедку под шубой готовить надоело. Все на сегодня. Удачи. С вами была Жанна Соловьева. Пока.